Волшебник изумрудного города Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне видела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина. Ночь прошла спокойно. Утром железный дровосек докончил плод, срубил шесты для себя и страшилы и предложил путникам садиться. Элли с татошкой на руках устроилась посередине плода. Трусливый лев ступил на край, плод накренился, и Элли закричала от страха. Но железный дровосек и страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось. Железный дровосек и страшила погнали плод через реку, за которой начиналась чудесная равнина, кое-где покрытая чудесными рощами, и вся освещенная солнце. Все шло прекрасно, пока плод не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его и понесло по реке, а шесты не доставали дна. Путешественники растерянно смотрели друг на друга. — Очень скверно! — воскликнул железный дровосек. — Река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в врагство к злой волшебнице. — И тогда я не получу мозгов! — сказал страшила. — А я в смелости! — сказал лев. — А я в сердце! — добавил железный дровосек. — А мы никогда не вернемся в Канзас! — закончили Элли и Татошка. — Нет, мы должны добраться до изумрудного города! — вскричал страшила и налег на шест. К несчастью, в этом месте оказалась и листая топлиль, и шест глубоко воткнулся в нее. Страшила не успел выпустить шест из рук, а плод несло по течению, и через мгновение страшила уже висел на шесте посередине реки, без опоры под ногами. — До свидания! — только и успел крикнуть страшила друзьям. Но плод уже был далеко. Положение страшила было отчаянное. — Здесь мне хуже, чем до встречи с Элли! — думал бедняга. — Там я хоть ворон пытался пугать! Все-таки занятие! А кто же ставит пугало посередине реки? — Ох, кажется, я никогда не получу мозгок! Тем временем вод несся вниз по течению. Несчастный страшила остался далеко позади и скрылся за поворотом реки. — Придется мне лезть в воду! — молвил трусливый лев, задрожав всем телом. — Ох, как я боюсь воды! Вот если бы я получил от Будвина смелость, мне бы вода была нипочем. — Ну, ничего не поделаешь! Надо же добраться до берега! Я поплыву, а вы держитесь за мой хвост! Лев плыл пыхтя от напряжения, а железный дровосек крепко держался за кончик хвоста. Трудная была работа — тащить вод, но все же лев медленно продвигался к другому берегу реки. Скоро Элли убедилась, что шест достает дно, и начала помогать льву. После больших усилий совершенно измученные путники наконец достигли берега. Далеко-далеко от того места, где начинали переправу, лев тут же растянулся на траве лапами кверху, чтобы просушить намокшее брюхо. — Ну, куда пойдем теперь? — спросил он, щурясь на солнышко. — Обратно туда, где остался наш друг! — ответила Элли. — Ведь не можем же мы уйти отсюда, не выручив милого страшилу! Путники пошли берегом против течения реки. Они брели долго, повесив головы и заплетаясь ногами в густой траве, и с грустью думали об оставшемся над рюхой товарище. Вдруг железный травосек закричал изо всех сил. — Смотрите! И они увидели страшилу, мужественно висевшего на шесте посередине широкой быстрой реки. Страшила издали выглядел таким одиноким и маленьким, и печальным, что у путников на глазах навернулись слезы. Железный травосек разволновался больше всех. Он бесцельно бегал по берегу, рискнул было зачем-то сунуться в воду, но сейчас же отбежал назад. Потом, сдернул воронку, приложил к корту, как рупор, и оглушительно заорал. — Стражила, милый друг, держись! Сделай одолжение, не падай в воду! Железный травосек умел очень вежливо просить. До путников слабо долетел ответ. — Держусь! Когда? Нет! Стою! Это означало — держусь! Никогда не устаю! Ну, а что же произойдет дальше с героями этой сказки, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. А я прощаюсь с вами. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok